Сергею и Юлии Скрипалем предложили жить под новыми именами, воспользовавшись помощью ЦРУ. Тим Шипман, Ричард Кирбай, Тесундай Тимес, Великобритания. 9 апреля 2018 года. Сергею и Юлии Скрипалем предложат переехать в Америку под новыми именами в попытке защитить их от возможных покушений в будущем. Чиновники МИ-6 обсудили возможность переселения жертв отравления в Солсбери со своими коллегами из ЦРУ. Им предложат взять новые имена, сообщил один высокопоставленный чиновник британского правительства. Как сообщили источники, Сергей и Юлия Скрипалем сейчас уже находятся в сознании и скоро начнут оказывать помощь в расследовании покушения с применением нервно-паралитического вещества, совершенного 4 марта. 33-летняя Юлия, которая является гражданкой России, отвергла предложение российского посольства в Лондоне обеспечить ей и ее отцу консульскую защиту. Это ее решение убедило британских чиновников в том, что она может навсегда переехать на Запад. Эти подробности стали известны в тот момент, когда Борис Джонсон, Борис Йенсен, начал яростную атаку над Джереми Карбина, Ерема Чарбин, назвав того полезным идиотом Кремля и обвинив в нежелании возложить вину за отравление на Россию. Министр иностранных дел Великобритании отметил, что лидер либористов играет в игру Путина отказываясь недвусмысленно заявить о том, что ответственность лежит на российском правительстве. В статье, опубликованной изданием «Ты сун, дайте мисс», Джонсон обвиняет Кремль в распространении лавины лжи и дезинформации касательно покушения в Солсбери и утверждает, что Карбин верит этому потоку абсурда. Джонсон пишет, единственное, что помогает Кремлю и придает фальшивую достоверность его пропагандистскому наступлению, это решение политиков из целевых стран присоединиться к нему. К сожалению, я прихожу к выводу, что Джереми Карбин присоединился к этому наступлению. По словам министра иностранных дел Великобритании, у Карбина инфантильные левацкие корни, что заставляет его симпатизировать любой стране, любому движению, какими бы неприглядными они ни были, которые враждебны Великобритании. В заключении он пишет, Карбин позорит себя, оказывая ему помощь. Поистине, он – полезный идиот Кремля. По словам источников из служб безопасности, Великобритания захочет гарантировать их безопасность, переселив их в одну из пяти англоязычных стран, которые связаны разведывательным альянсом, а именно в Америку, Канаду, Австралию или Новую Зеландию. «Очевидным местом, куда их можно перевезти, является Америка, потому что там их вряд ли смогут убить и потому что там их будет легче защитить, поскольку у них будут новые имена», – сообщил источник из разведывательных служб. «Мы предпочли бы перевезти их в одну из этих англоязычных стран, потому что их дело может иметь очень серьезные последствия для безопасности». Высокопоставленные чиновники с Даунинг-стрит пытаются убедить советника по вопросам национальной безопасности Марка Сидвилла, Марк Сидвилл, и глав британской разведки в необходимости обнародовать дополнительные данные, чтобы убедить союзников Великобритании в том, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», примененное в ходе покушения, было произведено в России. В своей статье Джонсон излагает аргументы против России, которые, как надеются министры, будут подкреплены, возможно, уже в среду, выводами организации по запрещению химического оружия. Как ожидается, эта организация должна подтвердить, что примененное отравляющее вещество было новичком. Эксперт по химическому оружию Хамиш Де Бретон Гордон, а мисс Хаде Бретон Гордон, который ознакомился с некоторым объемом разведанных, призвал правительство Великобритании обнародовать немного больше улик. По словам Де Бретон Гордона, он на 100% уверен, что ответственность лежит на России, я абсолютно уверен, что в этом виновны русские, и Совбейс ООН должен привлечь их к ответственности за это. Источники из разведывательных служб усомнились в том, что Великобритании удалось существенно ослабить российскую шпионскую сеть на Западе, несмотря на высылку более 150 дипломатов из 28 стран, включая высылку 23 дипломатов из Соединенного Королевства. У Кремля есть в Соединенном Королевстве шпионы, которые никак не связаны с российским посольством и которые продолжают проводить свои операции по сбору данных. В основе российской программы нелегалов лежит работа с агентами, которые никак не связаны с посольством в Лондоне, сообщил один источник из разведывательных служб. В вопросе сбора разведанных Кремль опирается не только на дипломатическое прикрытие. Вчера, 7 апреля, посол России в Соединенном Королевстве попытался еще больше запутать ситуацию, потребовав встречи с Джонсоном. Министр иностранных дел Великобритании обвинил Москву в попытке провести отвлекающий маневр. Джонсон оказался под серьезным давлением после того, как глава оборонно-исследовательской лаборатории в Портон-Даунгре Айткинхэт, Гара Айткина-Ат, в своем интервью на прошлой неделе заявил, что его эксперты не смогли точно установить, где именно был произведен новичок. После этого пресса нашла другое интервью министра иностранных дел Великобритании, которое он дал немецкому телевидению. В нем Джонсон заявил, что ученые в Портон-Даун абсолютно категорично сообщили ему, что у них нет никаких сомнений в происхождении этого нервно-паралитического вещества. По словам критиков Джонсона, он сделал ложное заявление, сказав, что эксперты Портон-Даун обвинили Россию. Между тем, по словам сторонников Джонсона, он лишь заявил, что эксперты Портон-Даун не сомневались в том, что примененное вещество было новичком. Издание «Ты сун, дайте мес» понимает, что чиновники служб безопасности уже захватили контроль над освещением этой темы. Представитель Либористов заявил, что Джереми Карбин неоднократно говорил, что улики указывают на вину России, прямую или косвенную, и что российские власти должны быть привлечены к ответственности на основании этих улик. Борис Джонсон выставил себя дураком. Эти нелепые оскорбления не отвлекут внимание от того, что он, очевидно, ввел общественность в заблуждение в ключевых вопросах национальной безопасности. Продолжение следует...